Привет, котята! Меня зовут Игорь, это канал СдатьЕГ, и сегодня мы начнем говорить про производные. Что такое производная и для чего она нужна? Производная это инструмент для исследования монотонности функции, то есть производная способна сказать, где функция возрастает, где функция убывает, где меняет одно на другое, и каких максимальных и минимальных значений в этих точках функция достигает. Как конкретно все это выглядит и работает, давай покажу тебе на доске. Итак, предположим, у нас есть некоторая функция, график, который выглядит вот так. Как ты можешь видеть, тут есть точки, в которых у меня меняется характер поведения функции, то есть где-то она возрастает, где-то она убывает, и, соответственно, есть точки, в которых функция меняет характер своего поведения. Например, вот это, скажем, точка x1, вот это точка x2. До точки x1 я вижу, что функция у меня возрастает. От точки x1 до точки x2 я вижу, что функция убывает. Таким образом, в точке x1 у меня меняется характер поведения функции, и эта точка, в которой меняется характер поведения функции, называется точкой экстремума. Конкретно она будет называться точкой максимума. Точка, в которой возрастание сменяется убыванием, это точка максимума. Затем у меня есть вот эта точка x3. От точки x2 до точки x3 я вижу, что функция у меня возрастает. Таким образом, в точке x2 функция тоже поменяла характер своего поведения. До этого она убывала, после этого она возрастает. Таким образом, x2 называется точкой минимума. Все вместе точки максимума и минимума, во-первых, они будут чередоваться. Максимум, минимум, максимум. Вот это вот x4, точка минимума. x5, точка максимума. Как видишь, они чередуются, и все вместе они называются точками экстремума. Так вот, если я вижу, как у меня выглядит функция, и что и где она у меня делает, то как в таком случае будет выглядеть график производной этой функции? Давай построим теперь график производной этой функции, руководствуясь следующими правилами. Здесь все очень просто. Если ты запомнишь эти штуки, то все эти задания у тебя прекрасно решатся. Итак, смотри, во-первых, там, где сама функция возрастает, производная функции будет положительна. Там, где функция убывает, производная будет отрицательна. А там, где функция меняет характер поведения, производная будет равняться нулю. Также все эти утверждения читаются верно в обе стороны, и мы будем активно этим пользоваться при решении заданий с первой части. А теперь давайте, собственно, построим график. Итак, что мы с тобой знаем? Мы должны перетащить вот эти точки экстремума также и на график производной. Да, собственно говоря, вот здесь начинается новая у сегриков. Здесь мы строили функцию, а здесь мы будем строить производную этой функции. Так вот, мне понадобятся эти же самые точки экстремума. И я еще раз проговорю вот это. Там, где функция возрастает, производная должна быть положительна. Там, где функция убывает, производная должна быть отрицательна. В этой области до x1 функция возрастала, значит, производная здесь должна быть положительна. От x1 до x2 функция убывала, значит, производная должна быть отрицательна. Возрастает положительно, убывает отрицательно, возрастает положительно, и вот там чуть-чуть убывает отрицательно. А там, где функция меняет характер своего поведения, то есть в точках экстремума. Производная должна равняться нулю. Значит, производная у меня пройдет через вот эти вот точки. Через те иксы, которые являются точками экстремума. И таким образом график производной будет выглядеть каким-то вот таким образом. Ты мне скажешь, что кривизна его имеет значение. Я не могу рисовать это просто так от балды. Да, конечно, это так. Но это нам будет интересно в следующем типе заданий. А пока мне интересно только то, что написано вот здесь. Мне нужно, чтобы в этой области производная просто была положительна. Как-то там какой-то формы, но положительна. А в области отсюда до сюда она должна быть отрицательна. На интервале я имею в виду от x1 до x2. Вот так производная анализирует монотонность функции. В следующем видео мы с тобой порешаем задание из первой части профиля. Где вот этим всем попользуемся. Поэтому, чтобы его не пропустить, лайк, подписка и колокольчик. А пока спасибо тебе, что смотришь. Учись хорошо. Пока-пока. Если хочешь стать отличным репетитором, переходи по ссылочке в описании. И я тебя всему не учу. Субтитры сделал DimaTorzok